Ахматти Дорогие друзья, буквально недавно мы сообщали вам информацию о том, что наша страна стала победителем номинации «Агротуризм» престижного конкурса «National Geographic Traveller». И мы, конечно же, знали, что наша агроусадьба самая лучшая, но еще раз приятно было об этом услышать. Да, но сегодня мы решили еще раз в этом убедиться. В студии «Хорошее настроение» гости из Беловежской Пущи, хозяйки агроусадьбы «Пущанка» Алла Левчук. Алла, доброе утро. И Мария Левчук. Мария, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а вы гордитесь победой нашей страны в таком престижном конкурсе? И как вы думаете, почему именно Белоруссия, именно агроусадьба? Конечно, мы гордимся. Наша страна – это наша гордость. Почему именно Белоруссия? Потому что мы так считаем, что в связи с такой политической обстановкой в Европу не очень хотят ехать люди. выбирают Белоруссию как самую спокойную, доброжелательную страну. К нам очень много едет россиян, мы с ними общаемся, и все очень счастливы, все радуются нашим дорогам бесконечно причем. И вообще им очень нравится наш белорусский народ, потому что мы, как они говорят, добрые и доброжелательные. То есть хорошие дороги ведут к хорошему белорусскому человеку, правильно? Да, 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 да. Вся дорога у нас пока что ведут в пущу, я так понимаю, скажите. Ну, практически на носу у нас новогодние праздники. Вы что-то придумали уже в качестве новогодней программы? Есть какие-то сюрпризы? У нас новогодняя программа, значит, заключается, мы на самом, с 31 на 1 на новогоднюю ночь приходим в наши домики, поздравляем гостей. А 1 числа уже мы их собираем, у нас два гостевых домика, мы их собираем всех вместе вокруг елки и проводим такое новогоднее шоу. Значит, у нас костюмы Деда Мороза, Снегурочки, Панды. Мы там проводим шоу. Улиганием, в общем, я так понимаю, по-хорошему. Скажите, а вы вот сами придумываете все это? Да, да. Или конкурс развлечений? Да, конкурсы. Но сами имеется в виду вся наша семья, потому что семья у нас большая. А вот расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что хозяйничать там не только вы одна, возможно, вы дирижируете этим оркестром семейным. Если можно так сказать, да. Но, конечно, участвует вся семья, у нас четверо детей. Значит, все по мере сил помогали строить усадьбу. Ну, и, естественно, помогают во всем тоже наши дети. Ну, у нас осталось... Вот Мария, давайте мы ей слово дадим. Осталась у нас с нами дочка, те уже все женатые. А вот Мария пока у нас школьница, последний год. И, конечно, очень-очень активно участвует, потому что... Потому что вся семья смита. Да, да. Ну, как вы понимаете, работы много. Женщины меня поймут, что такое содержать чистоте и порядке два дома, не считая своего, потому что должно быть все на высшем уровне. Все должно быть чисто убрано, все должно блестеть. А давайте спросим у Маши. Да. Маша, вот что вам больше всего нравится делать в агроусадьбе? Ну, чем заниматься? Наверное, не делать, скажу, а вот что по душе больше всего? Да, ну, в основном я, конечно, маме помогаю готовить. Да. С уборкой домов тоже помогаю. То есть, можно сказать, уже в юном возрасте вы уже понимаете, что это такое, да? Ну, тем легче будет в дальнейшем жить, мне кажется. Говорят, что, кстати, в агроусадьбе хорошо отдыхать летом, а зимой как-то не очень. Это правда или нет? Как будто бы там нечего делать зимой. Ну, почему нечего делать? Лыжи, санки никто не отменял. К тому же, зимняя резиденция белорусского Деда Мороза под боком. По статистике посещений в Белоруссии, первое место занимает, конечно же, Брестская крепость. Едут все обязательно туда, посещают. А второе место – Белорусская пуща. Поэтому в Белорусской пуще довольно-таки начала развита быть сеть агроусадьб. В гостинице не могут всех поместить желающих, поэтому агроусадьба с удовольствием распахивает свои двери для гостей. А с детьми, кстати, прости, Ель. Я тоже про детей хочу спросить. Да, как можно с детьми отдохнуть у вас? У нас большая детская площадка. Значит, батут – это для детей просто находка, а больше всего для их родителей. Потому что они могут… Забросил, а ногам прыгает. Да, потому что они могут спокойно там сесть, отдохнуть. Значит, детская площадка у нас между двух домиков. В следующем году мы хотим еще сделать спортивную площадку, чтобы… Вот. И еще у меня мечта – мини-гольф. Мини-гольф. У вас там уже, насколько нам известно, и зверинец есть мини тоже, да? Ну, я бы не сказала, что он мини-зверинец. Живой уголок. Потому что у нас мы выращиваем коз, в первую очередь для общения, и, естественно, молоко козье. Приятное дело. Ценность его переоценить невозможно. Агроусадьба некоторые представляют это как просто отдых в деревне, да? А можно ли получить еще какие-то, не знаю, какую-то пользу для здоровья, вот помимо козьего молока? Если для активного отдыха – велосипеды, роликовые коньки, теннисный стол стоит на усадьбе, бадминтон. То есть заняться есть абсолютно по желанию, кто чем захочет. А чем почете ваших гостей? Вот, самое, да, самое интересное. Та-да! Сейчас я представляю, что агроусадьба – это для многих, в первую очередь, какая-то вкусная, особенная еда, да? Фирменное блюдо нашей усадьбы – драники. У нас есть топ-5 блюд, которых нужно обязательно попробовать, из картофеля. Все пять из картофеля. Это, давайте, драники, да, вот те самые фирменные? Те самые драники, потом колдуны, ну, знаете, это драники с мясом. Хорошо, колдуны. Потом клёцки, тоже их много разных видов, потом картофель попущанский. Маша, вот это вот какое вам блюдо больше всего нравится, какое, которое готовит мама? Вот самое вкусное, ну, которое вы, наверное, сейчас тоже уже готовите. Да, колдуны, драники – это, можно сказать, любимое блюдо нашей семьи. Скажите, а кого больше приезжает в обер усадьбу, иностранцев или белорусов? В прошлом году, судя по статистике нашей, именно усадьбы было 50 на 50. В этом году белорусов, на жаль, значительно меньше. Мало белорусов, да? А вообще, насколько популярны вот этот вид отдыха? Ну, даже если взять тех же иностранцев, вот они приезжают, вы же видите, да, как хозяйка, они получают то, ради чего они едут? Да, вот последние у нас были гости из Китая, заказали, ну, наше блюдо и рис сделайте нам. Ну, рис сделала, вы думаете, они его ели? Что? Они его не ели, они ели нашу белорусскую кухню. А на всякий случай попросили. Да, вдруг не понравится, да. Потом они уже этот рис и не заказывали. Да, мы, конечно, восхищены вами, потому что это очень здорово. Вы поднимаете престиж нашей страны и, кроме того, показываете всем, что отдых в агроусадьбе – это действительно круто. Поэтому мы желаем вам благодарных клиентов, чтобы этот источник никогда не иссякал, чтобы люди к вам тянулись, находили то, что они искали, отдыхали, сердцем, душой любили нашу Белоруссию, переезжали снова и снова. Но наши белорусы, чтобы тоже не забывали и тоже вспоминали о том, что отдых на природе – это все-таки очень здорово. Я отдельно хочу сказать, что вот обратите внимание, не в обиду никому, но именно в женских руках, по большому счету, и держится та самая жизнь, о которой мы сегодня так много говорили. Потому что мужчина, конечно, хозяин, отрицать не буду, но за ним всегда стоит хорошая хозяйка. Да, женское начало никто не отменял. Спасибо огромное, Алла, Мария. Я думаю, что теперь уже мы к вам. Обязательно. Теперь вы нас будете уже встречать у себя в гостях. Да, спасибо большое. Вот тут на нашей кружечке, если вдруг потеряете, есть сайт нашей усадьбы. Там все контакты. Пожалуйста. Вся ваша команда. Приглашаем вашу команду. Ой, нас у нас много. Ничего, палатки поставим. И у нас усадьба большая, 25 соток. И, конечно, приглашаем всех зрителей. Сердечно приглашаем на отдых в Белорусскую пущу. Спасибо огромное. Да будет так, наверное, этими словами. Подытожим наш интервью. Напомню, что в студии хорошего настроения были хозяйки агроусадьбы Пущанка, Алла и Мария Левчук. Мы отпускаем наших гостей, потому что дело не в проворот, особенно накануне новогодних праздников. Желаем еще больше гостей. И до новых встреч. А вам предлагаем посмотреть выпуск новостей 24 часа.